Траблмекер Студиос представляет Город грехов Впервые идея о съемках фильма «Город грехов» возникла в начале 90-х. Но тогда я не понимал, как эту идею можно воплотить в жизнь. Она мне казалась ужасной. Это все равно, что снять фильм, а потом написать по нему книгу. Техника одна и та же. Вычленение отдельных слайдов. Познакомившись с основными принципами работы, я был поражен их оригинальностью и простотой. Основное место действия фильма «Город грехов» — крыша небоскреба. Этот мир — кусок вселенной, созданный Фрэнком Миллером. Ужасно смешной и захватывающий. Это не просто история, не просто персонажи, не просто город, но целая цивилизация со своими мифами и легендами. Им не нравится сама идея создания самодостаточного мира. Это здорово, неожиданно. И очень интересно. Мне было непросто решиться на это. У меня никогда не возникало желания или потребности перенести свои рисунки на экраны телевизоров. Но так распорядилась судьба, что однажды, идя дорогой жизни, я наткнулся на Родригеса, словно на бездомного пса. На самую первую нашу встречу Роберт явился с готовыми снимками. Он показал мне, как собирается снимать актеров, но что вообще будет похожа моя работа после выхода на экран. Я не собирался снимать «Город грехов» Роберта Родригеса. Это должен был быть «Город грехов» Фрэнка Миллера, потому что это его детище. Он предложил мне слетать всего на день в Техас, чтобы там снять несколько пробных дублей. Если бы мне что-то не понравилось, он не собирался меня удерживать. Мы бы просто разошлись каждой своей дорогой. Я тогда подумал, что один день это ничтожно мало, чтобы решить такой серьезный вопрос. Я едва успею выпить чашку кофе. И буквально через 10 часов мы переложили на пленку три страницы моей книги. Это была достаточно сложная сцена, которые потом стали начальными в фильмах. Я не скрываю звук моих шагов. Хотите покурить? Роберт позвонил мне и сказал, что собирается снять фильм по книге Миллера. И что ему нужен человек, который сможет убедить Франка согласиться на этот проект. Вы прекрасны. Главное, ваши глаза. Вы очень прекрасны. Когда я увидел отснятый материал, то подумал, что это просто великолепно. Что это живое воплощение мира Миллера на экране. Это его город грехов. Нам было просто подобрать режиссера. У нас был сценарий, проект того, как мы собираемся его осуществить. Уже этого было достаточно, чтобы привлечь внимание таких актеров, как, например, Брюс Улилис. Его имя одно из первых появилось титров. Мне хватило посмотреть материал всего одну минуту. Чтобы уже на второй остановить и сказать, мне все равно, что будет происходить дальше. Но я хочу в этом участвовать. Мотор. Приготовьтесь. Начали. Когда мы начали подбирать актеров на различные роли, начали происходить странные вещи. Хартиган. Когда мы впервые видим Хартигана, он честный полицейский, что очень редко встречается в городе грехов. Он не находит себе места, потому что у него осталось неразрешенным счетом. Но дело. Джессика Альба. Я играю роль Нэнси Калхан, исполнительница экзотических танцев, которую похитили в детстве. Может, я поведу? Ни за что. Никто, кроме меня, не заставит эту малышку бежать. Если когда-нибудь ее самые ужасные кошмары вернутся к ней, она сумеет ей противостоять. Микки Рурк. Будешь дальше рассуждать, я рассердюсь. Я играю парня по имени Марв. Микки Рурк просто идеально подошел на эту роль. Я еще вернусь. Словно Фрэнк рисовал Марва с Микки, подразумевая, что именно ему предстоит сыграть эту роль. Мы разговаривали полчаса, и потом я сделал для себя пометку встретиться с Микки Рурком. Это Марв. Когда я смотрел сценарий, я не понимал, кого из персонажей я мог бы сыграть. Но потом наткнулся на Марва и отметил для себя, что этот персонаж мне интересен. Это то, за что стоит ухватиться. И вот я его сыграл. Британи Мерфи. Ширли связывает все три истории. Она работает официанткой в местном баре. Она ужасно боится, но в то же время старается казаться независимой женщиной. Держи свои лапы подальше, иначе скромсаю их в клочья. Британи словно сошла со страниц твоей книги, Фрэнк. Бенисио Дель Торо. Садись в машину, детка. Чего тянуть время? Мой персонаж, бывший герой, который, как это часто бывает, не смог удержаться на плаву и идет на дно в океане порока и беззакония. Но осознает он это слишком поздно, когда их жизни грозит. Уже реальная опасность. Сейчас ты совершаешь большую ошибку. Очень большую. Он достаточно упрям, чтобы выжить. Розарио Долсон. Я играю Гейл, который любит разгуливать по городу в кожаном белье с наручниками и оружием. И это привлекает к ней мужчин. Клайв Оуэн. Дуайт воплощение шестопости, но и он не оставляет равнодушным. Забудь о своей скорости. Стой! Здорово. Это было здорово. Отлично. Отлично. Мне было приятно работать с Квентином. У нас существовало три проекта одновременно. Но нам удалось завершить их как одно целое. Я показывал ему готовый материал. Мы обсуждали предстоящую работу. Я видел, как он работает с актерами, как подходит к съемкам на зеленом фоне. Это просто завораживающее зрелище. А помнишь, как я сидел в монтажной, и мы склеивали отснятые сцены? И тут вошел ты с Фрэнком Миллером. Только тогда я понял, кто это. Что этот великий человек – автор всех персонажей. Что он помогает Роберту и мне. И тут я начал пытаться жестами получить подтверждение Родригеса, что… Ну, что это действительно он. По комиксам Фрэнка Миллера «Город грехов». Он позволял нам вытворять потрясающие вещи на площадке. Зрители просто взорвутся. Честное слово. Я бы очень хотел посмотреть фильм полностью, потому что это будет что-то необыкновенное. Этот фильм похож на сон, вошедший в реальную жизнь. Пройдитесь по задворкам «Города грехов», и вы все увидите сами. Город грехов